всем привет сегодня у нас 16 апреля мои бройлеры уже разъехались на две кучи одни на первом этаже на две компании правильнее сказать первая компания на первом этаже 2 компания на втором этаже вот они мои грязнульки а сегодня у нас 25 градусов на улице и поэтому конечно же можно было их бы переселить на сетку но мы уже живем в сибири а в сибири уже завтра может быть и 10 градусов они 25 а ночью все еще у нас плюс 20 а может быть минус неизвестно когда это он придет для каких целей снимаю обещала вам рассказать о пропойках своих бройлеров сегодня пришла менять воду им они у меня два дня пили препарат от кокцидиоза препарат называется эмитерм выпаиваю я его своим бройлером только в том случае если вижу что кто-то из них начал строить мне глазки шутка конечно но решила связи с тем что бройлерам сегодня моим 28 дней и что дальше ждать нельзя они могут подцепить связи с тем что у нас очень жарко я открыла все двери и все окна эти кокцидии которые живут у нас везде и во всем и в воздухе в том числе мои бройлеры могут их прицепить при том что открыты все окна все двери при такой температуре как у нас меня стоит неделю практически от 20 до 25 температура у нас это на улице за бортом но в помещении естественно мы делаем температуру такую какую нам надо либо подогревом либо охлаждением так вот на тему пропоек первые дни когда цыпленок только приехал домой или вывелся я даю кипяченую воду с аскорбиночкой перестала использовать мед и дают теперь только одну аскорбиновую кислоту после недельного содержания своих бройлеров обязательно пропаиваю их антибиотиками бройлер это не та птица которая проживет без антибиотиков как хотите хотите пропаиваете хотите не пропаивать я рассказываю о том как я выращиваю своего бройлера и так неделя бройлером и после того когда они пьют чисто одну кипяченую воду первый день аскорбинка через недельку я начинаю их пропаивать антибиотиками буквально три дня пропаиваю я колифлоксом после того когда пропаю антибиотиком свою птицу обязательно пропаиваю своих бройлеров витомом вот и сейчас я пришла к своим бройлеряшка с этим же витомом почему потому что они у меня только что закончили пить эмитерм от кокцидиоза 48 часов они пили этот препарат даю своей птице еще один натуральный препарат в этом году называется байкал м2 препарат байкал м2 доктора шаблина натуральный продукт для птиц это пробиотик я даю своим птицам все свободное время от пропоек в дозировке один миллилитр на один литр воды это чисто пробиотик натуральный пробиотик изготавливается в улан-удэ и я думаю уже многие птицеводы им пользуются ну а сейчас мои две компании будут пить витом после каждой пропойки любую любым препаратом а их получается только два это антибиотик через неделю от рождения моих бройлеров и как цидиостатик после 20 дня и весь месяц который остался жить этим бройлером мои бройлеры будут пить по очереди пробиотик витамины витамины я даю амина витал кальций бор глюканат в обязательном порядке потому что вес моих бройлеров как всегда опережает норму которая предусмотрена для набора веса бройлеров и поэтому обязательно пропаиваю кальций бор глюканатом 3 миллилитра на литр воды если птица уже у вас упала на лапочки тогда 5 миллилитров на литр воды в течение недели это обязательно с 14 дня даю своим милашкам гравий что тоже способствует восполнению кальция или приобретению кальция в организмах моих бройлеров две компании уже у меня приличных в раз на разных этажах этаж номер один и этаж номер два буквально вчера у них меняли естественно подстилку потому что вчера их рассаживали вечером уже и уже подстилка оставляя желать лучшего вот такие они поросюшки а что делать скажи мы хорошо кушаем и хорошо и возвращаем это этот возврат тоже очень даже ничего прекрасное удобрение через два-три года нахождение в компостной кучи вот такие вот дела хочу сказать что все препараты ты которые птица приняла на первом месяце жизни в последующем месяце жизни бройлера уже из организма бройлера выйдут и никто не узнает о том что они там были всем всего хорошего хорошие здоровые птицы всем пока